Мой прямой эфир, вот он. Здравствуйте, мои хорошие ребята. Всем огромный пламенный привет. Мы сейчас будем с вами работать в режиме прямого эфира. Вы нас будете смотреть в записи. Это будет, как всегда, мега полезно, мега важно и мега интересно. Потому что мы с вами отвечаем на те вопросы, которые вас интересуют. О здоровье, долголетие, в спорте, семье. В общем, обо всем, что вам будет сейчас интересно, будем говорить. Ребята, у меня сегодня был прямой эфир мощнейший в YouTube на тему «Почему так медленно худеется?». Пожалуйста, посмотрите это видео, если вам будет интересно. Это очень, прям много там информации получилось. А сейчас у меня ребята уже заходят. Бомбите скорее вопросами, чтобы мы с вами сделали, так сказать, этот прямой эфир как можно более насыщенным. Ребята, я с вами делюсь в стори всеми вчерашними своими приключениями в зале с этим жилетом 10-килограммовым. Это, конечно, нечто абсолютно. Я в восторге. У меня сейчас болит все так, как будто я не тренировался никогда в жизни. Ребята, если вы не знаете, у меня здесь в ленте было сейчас видео о том, что я купил 10-килограммовый жилет, который с песочком и с остальными вставками, который потрясающе абсолютно разнообразит твою тренировочную рутину. И это мега круто. Прям очень крутая штука. Советую. Как относитесь к хлебцам Корнер? Абсолютно никак. Дело в том, что 100 грамм ваших хлебцов дают вам все те же 400 калорий. Зачем вам дозировать сухариками, делая вид, что вы едите хлеб, если вы всячески не хотите есть хлеб? Просто не ешьте сухарики и все будет хорошо. Это бессмысленно абсолютно. Но это, знаете, примерно так, как если я хочу бросить курить, то поэтому я буду курить по 30 сигаретки, по чуть-чуть. Здравствуйте. Почему в начале ПГ я похудела на 7 килограмм, потом они вернулись обратно, но по объемам я не сильно увеличилась. Все зависит от того, какие 7 килограмм вы можете сбрасывать жир, можете сбрасывать воду, вы можете сбрасывать разный абсолютно дренаж. Я не знаю, как вы, моя хорошая, худели. Я знаю, что 7 килограмм абсолютно по-разному выглядят в разном исполнении. 7 килограмм мускулов, жира и воды выглядят по-разному. Потому что плотность разная. Вы знаете, как плотность 7 килограмм ваты и 7 килограмм гвоздей, она ведь разная. Алексей, привет. Пью воды много, но кожа очень сохнет. Что делать, пожалуйста, пометите витамин А, пожалуйста, подключите. Поехали дальше вниз. И сегодня, наверное, ответить на много вопросов, поэтому пишите. Мы будем сегодня с вами концентрированы делать. Видите, я никуда не еду сегодня. Я сегодня прям всецело посвящен вашему вниманию. Точнее, мое внимание посвящено вам. Делать кефир из кефирного гриба с молоком нормально? Делайте. Привет, Алексей. Здравствуйте, моя хорошая. Далее, поехали. Вопросы пишите скорее. Пишите вопросы, родные мои. Буду сейчас все отвечать. И, кстати, я делал сегодня ответ на вопрос как раз из Инстаграма в Ютьюбе. Работает ли принцип обожрался и отработал за счет доп.кардио или вид? Работает, но вы столько не потратите. Ну как, я вчера потратил тысячу, но я не думаю, что если вы обожретесь, вы пойдете прямо делать так, как я делал вчера на тысячу калорий за 70, грубо говоря, минут. Если вы так будете тренироваться, то вы вырвете. Но если вы переели и пойдете просто ходить, то часть однозначно будет отработана. Здравствуйте, моя дорогая. 100 грамм продукта. Сколько норма сахара на этикетке? Нисколько. Дело в том, что сахар, сахару рознь и продукт, продуктуру рознь. 100 грамм орехов, 0 сахара, но там грамм 10 углеводов. 100 грамм 85-90% шоколада, 15-10 грамм углеводов. 5-8 грамм сахара. Примерно так. Далее, сейчас мои 70 килограмм выглядели намного лучше, чем до этого. Это факт, правильно? Молодчинка. Вы поэтому должны продолжать тренироваться. Я сегодня делал для вас, ребята, в Ютубе сравнение. И сейчас тоже сделаю для вас сравнение. Давайте пройдемся. То, как выгляжу я и как меняется моя форма через время. Я возьму сейчас мой замечательный планшет. Я для вас пройдусь в сравнении. Давайте сейчас посмотрим. Мне сегодня написали просто в Ютубе шикарный комментарий о том, что у человека за 72 часа голодания сгорели все мышцы на ногах. Я был крайне восторжен таким кретинистическим заявлением. Откуда вообще все это берется? Значит, смотрите. Берем мою фотографию, которой полтора года. Опять же, в Инстаграме можете посмотреть на ее время поста. Значит, ей полтора года. Значит, 26 марта. Март, июнь. Это пересохранена. Это майская фотография. Это перед началом первого марафона, который в жизни проходил. Значит, плечо и жирок. Посмотрите, плечо, жирок и достаточно много сала. Здесь 13% жира. И потом год без сна. Год без сна. Далее, этот год без сна транслируется в осень. Посмотрите, плечи уже побольше. Больше жесткости, больше сухости. Меньше процент жира. Да, год спустя. И самое актуальное. То есть, разбег, полтора года фотографии. Вот сейчас, значит, плечо еще суше, жира еще меньше. И форма строится. То есть, полтора года прогресса. Полтора года прогресса, если их поставить рука об руку. Ну, в общем, где-то, где я его делал. Вот, значит, ну, если сравнивать, да, давайте я его приближу чуть-чуть. Просто насчет того, как вы долго, вы говорите, меняется тело. Конечно, меняется тело. У вас композиция будет меняться. Жира меньше становится. И если сравнивать быстро, сразу, ап, сразу. Вы видите консистенцию, так сказать, тела и композицию тела, как она меняется. Медленно все перестраивается. Так, на кето проблема с ЖКТ. Сыпь появилась. Помогите, поможет ли. Вообще, делайте палео, а не кето, если у вас сыпь. И, естественно, ПГ и кето – это два важнейших инструмента, которые должны быть вместе. Потому что зачем вам на кето завтракать? Вы же столько жиров едите. Пытаюсь купить дрожжи, но везде со вкусом ореха или сыра. Это окей или химия? Ну, это искусственный, как бы, заменитель, добавитель такой, да, вкуса. То есть есть вот в лаборатории разработано, что вот эти вот капельки будут по вкусу, как сыр. Делайте, как сыр, какие проблемы. Главное, чтобы не были сладкими. Всем привет, Абурова. Здравствуйте, моя дорогая. Можно ли воду с лимоном, имбирем пить? Нет, нельзя. Когда голодание, нет, конечно, чистую воду только. Так, Липовский Сергей здесь, здравствуйте. Так, Ржака, так, все молодцы. Какой минимальный процент жира в теле вы считаете, допустим, для женщины? У меня есть отдельное видео в Ютьюбе, которое называется «Каким должен быть процент жира?» Посмотрите его. Там я рассказываю и показываю непосредственно, исходя из вот этой таблицы, которая очень правильно, на мой взгляд. Возраст и процент жира. Возраст и процент жира. И здесь очень важная информация. Значит, смотрите. Мы берем, например, да, женщины. Возраст, ну, например, там, 31-35. Нормальный процент жира – это 21-25. Вот в этой таблице разбор идет. Далее, маленький процент жира – это 13-19. И большой, вот здесь идет разбег. Вот это видео, посмотрите, очень крутая таблица. И мужчин, например, возьмем меня. Да, возраст 31-35. От 11 до 17. Но у меня где-то в районе 9-10. То есть я на грани уже нахожусь. Вот эта грань находится между синим и зеленым. То есть очень интересное видео. Посмотрите, пожалуйста, его. Алексей, здравствуйте. У меня 10 лет. Вечеринка, вы сталкивались с этим заболеванием. Возможно, как-то повлиять, вылечить его. Можно повлиять и столкнуться, и повлиять, и помочь практически любому заболеванию. Потому что ваше тело имеет потрясающую возможность регенерации. Распишите, пожалуйста, более подробно под этим видео, когда он перестанет быть лайвом. Я постараюсь вам ответить на него более детально, потому что вот такой будет ответ. Так, наши ЖКТ адаптируются под принципы питания, ПГ или дробное. Правда, что на ПГ выделение жилы очень мешает. Ну, естественно, конечно, у вас все пищеварительные ферменты будут уходить в ноль за отсутствием их необходимости. 20 дней на голоде, все мышцы на месте, единственная кожа бишая, красавица. Так, привет, ура, попало. Конечно, вы попали. Здравствуйте, Алексей, посоветуйте литературу или обучающие курсы по гормонам, пожалуйста. Нет литературы и курсов по гормонам. Ну как, есть большой медицинский справочник, в котором 3000 страниц, в котором вы будете там несколько томов по гормонам. Очень сложно и очень много информации, поэтому ко мне люди записываются в марафон. Я вот всячески приглашаю ребят. Сегодня опять пришло. Я сегодня три заявки, не я, наши ребята обработали, три заявки. С утра уже за несколько часов я сделал рекламу марафона. Через месяц старт, а у нас из 80 человек, которые мы, по сути, можем взять на борт, уже 15 заняты. Поэтому, пожалуйста, отправляйтесь за благо времени. И моментами занимаюсь разбором анализов. Это безумно сложно. Я не могу вам сказать, как, что у меня такое количество сейчас работы с анализами. Просто меня, Юрий Юрий, настолько много работы, и это настолько объемно, мне там один разбор может занимать там полтора часа. То есть это я не могу вам даже начать объяснять, на что нужно смотреть, потому что это гигантский пласт работы информации. Так, все, мне голодание одну ночь без еды. Конечно, включится, Харилочка, конечно. Так, стала барахлячая тавитка. Отсутствие концентрации, постоянная сонливость. Спать хочется даже от сыра. На какую пищу стоит, обратите внимание? Во-первых, вам стоит обратить внимание на анализ, на реалии ждать ТТГ, Т3, Т4. Посмотреть, если она провисает, то подключите комплексы, которые способствуют здоровью щитвитке, и сразу Ашваганду советую подключить. У меня 22,3 жира. Я по хитрой формуле измерил. Так, по запястью и другим измерениям. Мне все говорят, я не выгляжу на 70. Может, это не жировая масса вернулась. Жировая. У вас возвращаться что угодно может обратно, подчеркиваю. Но быстро мышцы не строятся. Это самое важное, что вы должны понимать. Можно пожевать листик базилика от запаха? Нет, конечно. Зачем ему нужен? Прополучите рот лучше листерином. Как можно? Можно ли кедровое масло при ПГ, когда его лучше принимать? Видео называется Пыль непромываемый кофе. Посмотрите, пожалуйста, там все о маслах. Здесь в Инстаграме. Делаю мороженое для сына по рецепту Дарьи. Молочинка делаете. Это очень правильно. Ребята, если вы еще не подписаны на мою супругу, у нее и тренировки, и правильное питание, и для детей, и вообще у нее золотой профиль, заходите ко мне здесь в Инстаграме на любое видео и фото, где она у меня есть, и подписывайтесь. Сижу на разгрузке 1200, пока три дня поддерживаю силы на исходе. Не долго сидите так. Как на марафон записаться сегодня? У вас есть актуальные стори с рекламным баннером. Значит, смотрите, как это выглядит. Инстаграм. Сейчас я открою и вам покажу. Всем, кто не видит и не знает, где у нас движуха. Нажимаете вот здесь. И вот здесь вот стори сейчас есть. Я сейчас вам ее отмотаю. Здесь я тут вам что-то рассказываю. Господи, что ты делаешь? Что ты делаешь? Соберись. Вот здесь вы листаете стори. Здесь мы ходили в мишленовские рестораны. Вот сегодняшняя утренняя стори. Я приглашаю. Вот она. Актуальная. Сейчас вот она. С рекламой марафона. Ну и, конечно, как всегда, здесь есть сохраненная стори по гамарафон. Вот здесь вы открываете профиль у меня. И там есть вся информация о наших достижениях и прочих. Так. Серебро держить потом будет легче. Однозначно будет легче. Я как раз на 7 июля и хотела. Умничка. Записывайтесь. Серебро. Вот так марафон сохраненной историей. Красавчик. При чистке зубов от зубной пасты выброс. Нет, нет. Не бойтесь. Чистите зубы. Как относитесь к грейпфруту и черешне? Грейпфрут – это очень хорошо, но к цитрусовым осторожно нужно относиться. Черешня – это, по сути, бестолковая фруктоза. Так, почему марафон 21 день? Потому что не 15 и потому что не 60. Потому что 21 день – это так расставленная и составлена наша идеальная программа, которая дает 3 недели идеального результата. Мы делаем 21-дневную программу. Она и не утомляет марафонцев. В общем, это очень тонкий процесс. Представьте, 13 сезонов разработка идет именно идеально этой программы. Как считать вес фарша в котлетах? Внимательно. Вы ваше мясо взвешиваете готовым. И я не думаю, что у вас там полбатона. Например, когда я готовлю свой фаршик и свои котлеты. Внимание, я готовлю постоянно с фаршем. А вот здесь у меня, посмотрите, тоже только фаршик. Что это у меня за рецепт? Послушайте, у меня тут шелестения какие-то. Фаршик, вот он, посмотрите, красавчик. Давайте глянем, что это за рецепт. Ой-ой-ой, на какой рецепт мы попали. Посмотрите, какая красота. Значит, это рецепт. Метаем вперед. Это и рецепт ирландского пирога. Красота. Просто вы всегда даете ваше мясо, взвешиваете его готовым. А если нет возможности взвесить готовым, как вот в ирландском пироге или в фарше, то вы всегда, или в котлетах, например, то вы всегда даете поправку, что при жарке 15-20% уходит веса мяса на выпаривание. И здесь, посмотрите, тоже какой-то очередной рецепт. Самому, кстати, интересно, что мне здесь. Я даже не знаю, о чем этот рецепт. Так, специи. Погнали, работаем. Фаршик, лучок пару. А, я уже понял. Чеснок, перчик, помидорчики, зелень. Посмотрите, посмотрите, это я мотаю. Салатик. Шикарный домашний салатик со сметаной. И видите, оп, гималайская соль. А, это люля-кебаб. Посмотрите, это как я делаю люля-кебаб, ребятки. Ай-яй-яй. Посмотрите, это он сырой. А это он уже поджаренный. И вот наша комбинация боевая. Готовы люля-кебаб и салатик по-домашнему. Просто красота. Это видео. Это видеорецепт с моего прошлого марафона. Так. Алексей, подскажите, пожалуйста, как должно выглядеть качественно кокосовое масло. Здесь есть видео. Оно должно быть таким плотным, оно не должно течь. Какие анализы крови необходимо сдать перед марафоном? Вам это все будет рассказано в марафоне непосредственно. Иду после тренировки домой, открываться после 48, что может быть лучше. Правильно, вообще красота. Как относитесь к молочным продуктам? Я относюсь к молочным продуктам жирным, короткого срока годности, вот так. Ночью в судороге ноги сводят. Что это должно делать? Магний подключайте. Иду на массаж. Сказали, надо пить сорбент. Что скажете? Сорбент это неплохо, но пить его по безделу бессмысленно. А массаж лучше делать лимфодренажный. Пониженный инсулин и сахар. Норма, можно бегать на точак. Конечно, у меня пониженный инсулин и сахар на точак. Персики и нектаринки можно в рамках бежу. Достаточно пустые калории. Но 1-2 лучше ягоды, подчеркиваю. 100 грамм персиков, 15-20 углей. 100 грамм малины, 7-8 углей. Но пользы в количестве в малины, то есть витаминов в персиках и в малине абсолютно разное количество. Как раз 20 дней считается, что необходимо для выработки привычек. Я очень часто в этом слышу, я не могу с этим согласиться. Алиса, кушайте. Так, у меня очень важная работа, из-за нее я не могу много двигаться. Что мне делать? Вы делаете раз в час гимнастику в виде неглубоких приседаний. Замена 10 тысяч шагов, 500 приседаний. Они не должны быть обязательно одинаковые. Если вы работаете диспетчером в авиакомпании или в рубке, например. Вы не можете вставать и ходить никуда. Например, вы встаете за стола и делаете неглубокие приседания раз в час для движения как раз лимфы. Так, здравствуйте. Так, поехали. Так, я живу в другой стране, мне скучно и одиноко. Не могу себя занять чем-то от скуки. Объедаюсь. Вы от скуки в лану? Лучше занимайтесь спортом. Занимать, развлекать себя едой – это последнее абсолютно дело. Тогда вы подключаете еще еду и сериалы. И тогда полный набор лузера. Ни в коем случае, моя дорогая, этого не делать. Потому что я знаю, у вас есть и у любого человека. Я, поверьте, господи, ребята, я вам, будет когда мне не очень стыдно, я вам покажу свои фотографии, когда я был в забвении, жрал бургеры, был жирный, лысый и абсолютно на дне, в общем. Когда я только переехал в Чехию, учился, и это был переломный период. И мне было очень… были сбиты все ориентиры. И перестройка с одной жизни на другую жизнь, в другой стране, без знакомых, приятелей, друзей, на другой лад – стрессовый. Это очень стрессово. Я сам себя вспоминаю, как ничтожество в это время. Просто ничтожество. И я занимался тем, что я жрал, я вечером играл в компьютерные игры. Это было много-много-много лет назад. Я развлекал себя курением, компьютерными играми и конфетами. Мне привозили конфеты, я их жрал. А когда мне хотелось есть, я садился в машину, ехал в Макдональдс круглосуточный. Это было мое развлечение. И это очень прикольно, потому что это тебя возбуждает, потому что тебе это дается легко. Для того, чтобы играть в Diablo 3 всю ночь, мне не нужно было ничего делать, только двигать мышкой. Если у меня было на вечер, внимание, ребята, килограмм конфет, заправлено хоть немного бака в бензине, в машине, чтобы я мог съездить в Макдональдс в 2-3 ночи, чтобы пожрать там, а именно пожрать, если у меня была пачка сигарет на вечер, это был уже успех. То есть я был счастливый, довольный, и мне было абсолютно пофигу вообще на все. У меня был вечер, удовольствие впереди. И сейчас я это вспоминаю, как кусок ленивого говна, которая только поглощает. И это может быть у любого человека в жизни. Это рутина легкая, которая вознаграждает тебя как раз вот этими гормонами счастья и удовольствия. Игры компьютерные – счастье и удовольствие. Тело зомбируется, ты сидишь на месте, ты ни черта не делаешь. Жрать – это говно, которое действительно говно. Курить – это все вырабатывает эндорфины. И ты это вспоминаешь, я вам искренне скажу, я это вспоминаю сейчас как классное время, потому что на подсознании, на подкорке у тебя откладывается даже то, что тебя убивает и раскладывает на молекулы составляющие. Ты превращаешься просто в ничтожество. В ничтожество и физиологически, и психологически. Но зато твой мозг настолько зависит от этих гормонов счастья и радости. Думаете, почему люди, которые героиновые наркоманы, которые вспоминают, когда они лежат в луже своей рвоты, вспоминают это как классно, потому что мозг очень обманывает. Точно так же, как женщина, которая проходит через самую большую боль, которую может пройти человек роды, затем забывает это, потому что мозг играет злую шутку с тобой. Ты проходишь через это ничтожество, через которое проходил я, но я помню, как было классно. И вы говорите мне, я в другой стране занимаюсь, и это мне очень откликается. Я вас всячески заклинаю. Давайте вы постараетесь найти то, к чему будет лежать страсть, не только к еде, то, к чему будет лежать ваше сердце, желание работать, развиваться, двигаться. И тогда, как я из лужи говна, как вот этот не героиновый наркоманщик, но как зависимый человек от РПП. Помните, я вам рассказывал, когда жрешь печенье над раковиной ночью? А человеку, у которого вечер удавался, если у тебя была пачка сигарет. И если было с кем выпить, а потом не было выпить, когда я жил в другой стране, там были друзья, с которыми мы могли бухнуть. Я делал на этот счет отдельное видео в ютюбе, когда я говорил, бегите из этой нечисти. И только оторвавшись корнями от этого социума, который тянул меня на дно вот этим, сука, вот как вот эта какая-то пучина тебя тянет. Ты отрываешься, потом у тебя стресс, ты начинаешь жрать, вот это все, это мое. Вот я вот так жил, вот так, потом дно, и потом наверх. У тебя два пути, либо остаться в этом говне, либо идти наверх. И мой путь наверх, мой путь становления, мой путь рекуперации, восстановления, искупления перед самим собой занял 10 лет. И сейчас то, что вы видите, это 10 лет работы глубокой, психологической перестройки спорта, мучений местами, сложной работы с психологией со своей. Много прочтенных книг, еще больше набитых шишек. Подчеркиваю, и в спорте, и не в спорте. И вот, вот, и представляете, вместе с этим всем я еще ходил в зал и занимался. Вот это жратва была такая вот, конфеты и набор говномассы, и сигареты. И это все в одном, ребята. Это все. Я сейчас с вами тут общаюсь, как на исповеди. Потому что это дно, и в нем может быть каждый. И оттуда только наверх. И либо ты остаешься говном. Либо ты уходишь наверх, находишь себя, и приходишь вообще в другое измерение. В другое измерение, в котором я нахожусь сейчас. В другом измерении вообще. Где я даже не мыслил, что я буду находиться 5 лет назад, когда я начал заниматься тем, что я занимаюсь, то, что я делаю сейчас. Мой YouTube и Instagram имеют начало 5 лет назад, где я чувствовал, что я хочу работать, действовать, отдавать, делиться. Но мне было стыдно. Я же дрыщ. Что мне скажут? Там же такие качи. А потом я понял, что я насрать на то, что говорит каждый там вас за спиной. Я буду делать. И я делаю. Я получаю критику. Но я получаю больше позитивный отклик, потому что я искренен сам. Я даю вам добро, которое я держу в своем сердце и душе. И это опыт, знания. Это все то, через что проходит человек, набивая шишки, набивая просто. Либо ты превращаешься в говно, либо ты становишься лучше версией себя. И каждый день, каждый день ты становишься лучше. Извините за то, что долго, но это важно. Юлечка пишет, вы изменили мою жизнь. Родная моя, спасибо. Здравствуйте, Алексей. Я на ПК 14 на 8, около 4 недель. Все супер легко. Вот только, кроме того, ничего страшного. Адаптация пройдет, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Вы герои, мы с вами тоже. Моя хорошая, ребята, мы все имеем возможность пробить это днище. Главное, не слушать лень, и главное, не слушать окружающих. Вы офигенно мотивируетесь. Спасибо, что делитесь с нами. Спасибо вам огромное. Супер информация. Ребята, спасибо вам за то, что вы слушаете, и за то, что вы каждый, кто сейчас 120 человек в прансляции у нас. Нас будут смотреть тысячи людей, в записи. Каждый знает, на что ему давить, и каждый знает над теми слабостями, которые у него есть. И каждый всецело любит и обожает свои слабости, потому что его слабости это всегда лень. Это всегда что-то, что приносит тебе кайф. И наша с вами задача перевести вот это с одной стороны удовольствие приносящее, но ты внутри себя знаешь, что это гадость. И превратить привычки, которые делают тебя лучше, в то, что приносит тебе удовольствие. Вот это золото абсолютно. Нес, и я так могу, могла, неделя в марафоне уже минус 3,9 килограмма, и дальше жиру бой. Вы меня спасаете от зажора и компульсивных перееданий. Спасибо за все. Кажется, я пожизненно буду ваших марафонов. Нес, вы моя дорогая, спасибо, я вас обожаю. Вы просто вспышка, вы буря. Я вас обожаю. Спасибо вам огромное за участие, за ваши золотые вопросы в рамках марафона. Обожаю вас. Очень круто работаем. Мотивация и жизнелюбие. Ребята, я буду на этом прощаться с вами. У нас 26 минут с вами как-то эфир получился неожиданно длинный, но и при этом абсолютно душевный, милейший, и просто искренне честный. Искренне вот я такой, какой я есть с вами. И это абсолютно стоит огромной благодарности для вас. Это общение, это круче, чем с пихиатром ты работаешь. Главное, не бояться открываться и говорить о том, что было, есть тебя беспокоит. И вот эта открытость, которую я демонстрирую, я хочу, чтобы вы ее перед собой в первую очередь демонстрировали. Спасибо вам, мои хорошие. Я обнимаю вас. Всем крепчайшего здоровья. Мы с вами прощаемся до завтра. И я полетел. полетел. Все. Спасибо еще раз вам огромное. Пока-пока, ребята.